Привет, мои биатлонные друзья из Ижавска. Наконец-то удалось мне добраться до биатлона в этом году. Но, как говорится, не биатлоном единым. Есть и культурная программа, поэтому всем, кто будет в столице Удмуртии, рекомендую посетить музей Михаила Тимофеевича Калашникова, где, в общем-то, представлены все его уникальные разработки, оружие, представлен его жизненный путь, ну и где можно в тире подстрелять непосредственно из оружия, только необходимо с собой взять водительское удостоверение. Ну и также рекомендую ресторан удмуртской кухни «Бобровая долина», в общем-то, где цены приятно удивят, особенно тех, кто живет в Москве, ну и качественная национальная кухня, это всегда здорово. Перейдем уже теперь к прошедшим соревнованиям. Женская гонка прошла вчера в Чайковском, и победа Ларисы Куклиной, возможно, сняла для нее все вопросы. Мы не знаем, пока побежит ли она завтра спринт, но не исключен такой вариант, что это убедительная победа, и статусом чемпионки России она сняла вопросы перед тренерским штабом, и получит вайлдкарт на январские этапы, будучи освобожденные от других гонок. В ином же случае, ну тогда придется бежать два спринта, набирать очки и дальше, но все равно у Ларисы, получается, есть хорошие шансы. Второе место Полина Шевниной, это, безусловно, успех и лучший ее результат в этом сезоне, но, как она и сама сказала, и, в принципе, что следует из здравого смысла и всего происходящего, протендует она прежде всего на поездку на Кубок Айбио, и я думаю, что необходимо ей сначала закрепиться на этом уровне. Ну и третье место Лисан Бекташевой, биатлонистка из Новосибирской области, которая в свое время, пару лет назад выступала и на Кубке мира. Была такая ситуация, что ей приходилось и в Америку даже ехать, но сейчас ее уровень пока не позволяет рассчитывать, я считаю, на место в основной сборной. Татьяна Акимова с двумя промахами стала седьмой, и это, конечно, немножко разочаровало, но, с другой стороны, ход у нее по-прежнему хороший, второй ход в этой гонке, и самое главное, она вернулась и лидерство в Кубке России, которое утратила из-за поездки Хохвильцин, и, скорее всего, проще ей будет отобраться именно по этой статье, при том, что квалификация у нее уже есть, и можно будет начинать январские этапы непосредственно с Соберхофа. Если говорить о других спортсменках, занявших высокие места, бросается в глаза то, что много среди них ветеранов, это и Анна Никулина, и Ольга Шестерякова, и Кристина Дюпина, которую мы знаем как Кристину Смирнову, она первый год выступает под новой фамилией, так что стоит понимать, что это не какая-то новая спортсменка, а хорошо уже знакомая и давно выступающая. Кроме того, есть определенные шансы по Кубку России отобраться у Екатерины Машковой, которая, безусловно, в этом сезоне сделала шаг вперед и в функциональном плане, и в плане стабильности результатов, да, не получилось чуть-чуть в индивидуальной гонке, но я думаю, она, если стабилизирует стрельбу, может взять свое в спринте, хотя у Машковой нет квалификации, и, соответственно, все равно начинать ей придется с Кубка Альбию Варбере. Перейдем к мужской гонке, которую мне довелось смотреть своими глазами в Ижевске, и, надо сказать, не припомню, когда в Ижевске было бы так тепло, что, в принципе, даже можно не носить перчатки, температура небольшая, там, небольшой минус-минус 3-4 градуса, и, кроме того, условия погодные также благоволили, легкий совсем снежок, легкий ветерок, особо каких-то проблем не было, ну, Кирилл Стрельцов все же сказал, вы можете посмотреть интервью на нашем канале, что ветер немножко мешал ему, что привело к двум промахам, но отличный ход позволил выиграть эту гонку, причем Стрельцов заметно очень превосходил всех соперников, того же Карима Харили выиграл минуту ногами, и показывает сейчас отличную готовность, за что он поблагодарил своего тренера Юрия Каминского, который представил ему план на эту работу, он рассматривался как кандидат в основной состав команды еще в ноябре, но болезнь, перенесенный коронавирус, не позволили отобраться уже на эти этапы, я думаю, что у Стрельцова теперь хорошие шансы попасть в команду после Нового года. Титулованные Антон Бабиков и Максим Цветков вновь разочаровали, 24 место у Цветкова, 25 место у Бабикова, конечно, Цветков переболел тоже коронавирусом, Антон приехал из Европы, и в общем-то мог бы он, по идее, рассчитывать на пятую вайлдкарт, но сейчас после таких результатов сложно сказать, удастся ли ему это, нужно обязательно выигрывать в спринте, то есть оставшиеся два старта провести по максимуму, и тогда, может, он и баллов наберет достаточно, или тренеры пересмотрят свое решение, но Антон, конечно, был недоволен, подавлен немного после такой гонки. Карим Халили стал шестым, я думаю, что ход потихоньку к нему возвращается, он смотрелся уже лучше Малиновского, с которым до этого они бегали на равных. Игорь немного разочаровал, он остается пока лидером Кубка России, слишком велик был за дел, но, опять же, отбор по этой опции тоже заставит его проходить заново квалификацию, ну и нужно будет действительно посмотреть его готовность хотя бы на Кубке IBU. Что касается второго-третьего места, ну, индивидуальные гонки всегда богаты на сюрпризы, раньше по ним был даже прямой отбор для победителей, сейчас, конечно, дисциплина остается как дань традиции. И второе-третье место тому свидетельство. Дмитрий Шамаев, который собирался перейти в Румынию, не знаю, на какой стадии у него переход, возможно, идет оформление гражданства, и в конце концов он окажется в этой стране. На радость немногочисленным зрителям, которые все-таки пришли, несмотря на будний день и пандемию, на спортивный комплекс имени генерала Демидова, и увидели это успешное выступление, ну, с нулем стал вторым. Мы, кстати, на обратном пути ехали с его дядей и тетей, которые лично пришли поддержать, получили от племянника призовой букет, и были очень довольны его выступлением. Ну и третье место. Илья Гаврилов, московский спортсмен, молодой, 22 года, причем по своему возрасту он особо не блистал, не входил ни в какие юниорские составы, в отличие от тех же Мухаммедзянова, Стрельцова, Карима Халили и Малиновского, но сегодня оказался выше них всех, и для него это, безусловно, ну, самый большой успех пока в карьере, медаль Чемпионата России в олимпийской дисциплине. Завтра будут старты в Чайковском, женский спринт, где интересно будет тоже посмотреть, на что похож там биатлон, все-таки коронавирусная эпоха накладывает свои отпечатки, ношение масок, дистанция, немножко меняются церемонии награждения, но вот в честь побед на Чемпионатах России стали исполнять государственные гимны, и это приятно, тем более, что неизвестно, когда мы теперь на международных стартах его услышим. Так что продолжим следить вместе с вами за этими соревнованиями отборочными, я думаю, будет еще много интересного, эксклюзивного, ну, а вы подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.